Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в аквариумном салоне Аквалока на Трополёвах. В прошлом видео вы посмотрели базов между аквариумом Мирджуа и аквариумом Мехеи. Оба этих аквариума оснащены базовым комплектом оборудования. Понятное дело, что при дополнительном оборудовании мы можем сделать в них все, что угодно. Даже рифовое оформление. Но в базовой комплектации, конечно, мы ограничены в выборе. В чем разница? Здесь ключевая разница, конечно же, в габаритах. Мы любим чем. И кень отличается небольшой высотой, удобством обслуживания, конечно. Но самое главное при оформлении, то, что здесь легко сделать достаточно рельефный пейзаж. Он не очень высокий. Но при этом эта высота дает возможность вам сделать как горы, как посадить какие-то растения. И это легко сделать рельеф. Аквариум Джоу, во-первых, имеет неприятную особенность. Но, тем не менее, там порт для оборудования всегда будет присутствовать. У вас будет. Соответственно, ограниченный, конечно же, ограниченный дизайн. Потому что закрывать его надо. В аквариуме Хейн мы можем сделать центральную композицию. Особенно, кстати, это важно, когда аквариум привязан к дизайну интерьера. И мы обязаны сделать в центре композицию, чтобы сохранить геометрию пространства. В аквариум Джоуэл мы не можем сделать центральную композицию. Если она будет, то внимание будет по-любому отвлекаться на фильтр. Тем не менее, можно сделать совершенно прекрасное оборудование с живой травой, с растениями. Потому что штатное освещение Джоуэл, как уже говорил менеджер салона Олеся, конечно, позволяет выбрать большое количество растений, которые согласны и вполне себе будут хорошо чувствовать в отличие от введения. Здесь, конечно, штатное освещение сильно проигрывает. И выборы растений будут сильно ограничены.